С наукой и образованием в России в последнее время происходит что-то странное. Правительство клянется и божится, что оно как раз улучшает, углубляет и оптимизирует. Но эти глубинные процессы принимают далеко не все. 10 ноября 2012 года на площади революции в Москве состоялся митинг в защиту образования и науки. Что привело вас на этот митинг? Собственно, во-первых, новый закон. Вернее, даже не столько новый закон, но федеральный закон 83-й, сколько поправки, которые сейчас собираются к нему принимать. Я считаю, что они абсолютно неуместны, потому что образование у нас сейчас и так очень печально в состоянии. Это я могу сказать как студент. А вы где учитесь? В РГГУ. То есть у нас, у нас еще это более-менее нормально, но то, что я слышу от своих друзей из других вузов, особенно из медицинских, где образование заваливается, ну, абсолютно действительно загубается. В школу, которую я только-только закончил, нас там просто не учили, нам говорили, ребятки, то есть вы своя проблема, вы, вам говорили, после 9 класса уходите в колледж. Вы не ушли, вы своя проблема, к ЕГЭ мы вас готовить не будем. В школу к тебе идет проповедник, иди на урок, принеси ему денег. Вы против проповедников в школе? Я против проповедников именно в школе. Я считаю, что, ну, каждый человек имеет право исправить религию какую угодно. Я не имею ничего против православия, против христианства. Это такая же религия, ее может придерживаться кто угодно, но в школах она излишняя. Школы должны быть свободны от религии, то есть, если человек хочет что-то узнать о религии, он идет, собственно, в церковную школу, уже пусть там учится. Вы за светское образование? Да, я за светское образование выступаю. Каждый регион, он сам устанавливает надбавки для зарплат учителей. Ну, в Москве довольно-таки приличные зарплаты у школьных учителей, чего не скажешь об учителях Тульской области, в частности, о Новомосковске. Там местный губернатор, ну, в принципе, это было еще и по предыдущим, но вот сейчас Груздев установил надбавку в 100 рублей. Это без учета еще подоходного налога, который составляет 13 процентов. То есть, реально областная надбавка для учителей составляет 87 рублей. Это просто позор и смешно. Нашему государству ничего не нужно. Ни образование, ни музыка, ни люди думающие. И это очень печально. Вот, и мне кажется, что с этим нужно что-то делать, пока еще не совсем поздно. И пока не все представители нашей культуры и науки не уехали в другие страны, на Запад, в Америку. Потому что тогда мы потеряем нашу страну. А что делать нужно? Я думаю, что сейчас какие-то шаги предприняты уже. Ну вот, например, да, здесь собралось какое-то количество людей, которым это небезразлично. Мне кажется, что если это станет небезразлично большой части нашего общества, желательно всей части нашего общества, то тогда мы сможем как-то эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки. Вот, конечно, все, естественно, упирается в политику, потому что если у нас такое государство, то просто государство нужно менять. Спасибо вам большое, что пришли на митинг. Не устраивает коммерциализация. Меня не устраивает, что в ВУЗах менеджмент становится главным. Я профессор, доктор физико-математических наук. У меня была большая аспирантура. Я много работала со своими аспирантами, много работала по науке. И когда сверху всего становятся менеджеры, которые только умеют регулировать финансовые потоки, я считаю это неправильным. А сейчас у нас не только в рамках каждого данного ВУЗа, но и в рамках всей страны регулирование финансовыми потоками превалирует над всем. Правда же? Но ведь может быть это нормально, когда говорят, что образованный человек на рынке труда стоит дорого. Стало быть, и само образование должно стоить каких-то денег. Я вообще не либерал, а не социалист. Если это вам не подходит, то вы можете это изъять из того продукта, который вы производите. Я не социалист, я либерал. Я считаю, что все должно стоить дорого. Все должно... Ну ведь ничего же бесплатного не бывает. Просто система оплат всяческих должна быть разумной, эффективной, обоснованной и так далее. А не нацеленной на то, чтобы товарищи, которые туда взлезли наверх, могли хорошо набивать свои карманы. Вот против этого я возражаю. А что нужно сделать, чтобы образование снова стало образованием? Вот то, что сейчас сказала только что девочка-медичка, это совершенно правильно. Вот то, чем мы занимаемся, это действительно политика. Потому что пока политические проблемы в нашей стране не решены, никакие другие не решаются тоже. Человек, получивший хорошее образование в нормальной экономике, имеет больше шансов на получение работы с хорошей зарплатой. Но образование при этом – это вовсе не товар, это общественное благо, если говорить в экономических терминах. А экономические блага вообще не совсем рыночная категория. Это очень специфическая, интересная экономическая категория и отличается именно тем, что удовлетворяет общественные потребности, а не просто там точат гайки для рынка труда или болты. Тем более, что ведь образование до последнего времени несло идеал, уходящий еще корнями в эпоху Возрождения, формирования всесторонне развитого гармоничного человека. А сейчас хотят штамповать детальки, которые будут на рынок труда как бы прикладывать. И это на самом деле тупиковый путь. Потому что невозможно заранее подготовить человека на динамично меняющийся современный рынок труда. Мы должны готовить человека, умеющего всю жизнь учиться и имеющего такую потребность. А вот тот закон, который в первом чтении приняла Государственная Дума, ориентирован совсем на другое. Жаль, что митинг был немногочисленным. Пришло от силы человек 350. Действительно, большинству россиян трудно поверить в то, что правительство, замахнувшееся на интеллектуальное здоровье народа, способно ударить по нему всерьез. А ведь если молчать, то очень скоро вот это высказывание будет звучать так. Молебен батюшки всесилен, потому что богоугоден. Правительство везде твердит о том, что оно печется о духовности народа. Правда, не говорит о том, кому нужен душевный, но необразованный народ. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.